МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Евгения. И информационным поводом к нашей сегодняшней беседе послужило то, что на этой неделе на официальном сайте администрации Рязани появились на всеобщее обозрение концепции благоустройства трех городских парков. Парка Гагарина в Преокском поселке Комсомольского парка на микрорайоне Московское шоссе и парка на улице Шевченко. О парках, об их благоустройстве мы сегодня и будем разговаривать, но начать, наверное, хотелось с того, что уже сделано. На самом деле, нечасто бывает, когда администрацию города не хочется ругать, а хочется похвалить. В этом году с парками у нас, что называется, задалось. Приятно слышать. Очень старались выполнять свои обещания. Конечно, все уже видели небольшую пешеходную зеленую зону на пересечении улиц Веденского и Горького. Как мы, еще раз повторюсь, и обещали, мы высадили там дендер-коллекцию интересных деревьев, которые подрастут и украсят этот небольшой сквер. Сегодня там уже стоят малые архитектурные формы благоустройства. И, конечно, приятно наблюдать всякий раз, когда лично я проезжаю мимо этого небольшого скверика, что он пользуется спросом. Там постоянно кто-то отдыхает. Мама с детьми, люди читают. И видно, что он доставляет им удовольствие. Это, безусловно, очень приятно, что у нас все получилось. И мы надеемся, что сквер оправдает свое предназначение и будет неким местом отдыха наших горожан. Сквер возле храма Иоанна Кронштадтского получился еще лучше. Он больше, во-первых, больше деревьев, больше зеленая зона. Тоже отличный получился. Спасибо. Да, он гораздо больше. У него несколько другое функциональное предназначение. Там есть и детские площадки. Там действительно намного больше взрослых деревьев. Там есть возможности для развития хороших рекреационных зон. Конечно, красивый храм, который стоит рядом с ним. Тоже получилось очень знаковое и комфортное, как мне кажется, место в нашем городе. Елена Вячеславовна, буквально сегодня наша съемочная группа, возвращаясь со съемок из микрорайона Дашковой песочни, обнаружила, что на улице Советской армии неподалеку от кинотеатра «Октябрь» ведутся так же, как нам показалось, благоустроительные работы. Что там все-таки делают? Там также делается сквер, потому что жители Дашковой песочни задавали много вопросов, выражали много пожеланий к тому, чтобы в их районе также появлялись рекреационные места. Естественно, это было услышано. И работы ведутся, ведутся хорошими темпами, с желанием успеть их завершить ко дню города. Это предусмотрено очень значительное благоустройство с расчисткой и благоустройством водных объектов, которые расположены, пусть и не на очень большом, но все-таки значимом участке. Предусмотрено развитие тропиночной сети, велодорожки, которая в зимний период времени сможет стать лыжней. Предусмотрены детские площадки, предусмотрены спортивные площадки и площадка для выгол домашних животных. И еще буквально одну точку мы сегодня обратили внимание. Сейчас нам показали одну картинку, сейчас покажут другую. Это район, скажем так, напротив автомобильного колледжа, между улицами Чапаева и Маяковского, там, где под землей течет Лыбедь. Там долгое время был пустырь, страшный зеленый пустырь, а сейчас все расчищено. Там что происходит? Там проектировалась большая и очень хорошая детская площадка, но и не только. По многочисленным обращениям и пожеланиям граждан города сейчас развивается и реализовывается проект создания велосипедного маршрута, который пройдет через весь город, соединяя лесопарк и Центральный парк культуры отдыха. Поскольку эта потребность уже давно назрела, необходимо определить наиболее комфортный маршрут движения велосипедистов, так, чтобы это было безопасно, так, чтобы они могли проезжать через хорошие, красивые зеленые места, так, чтобы они никому не создавали неудобства, никто, в свою очередь, не создавал неудобства им. И, соответственно, по этому участку пройдет в том числе вот этот вот маршрут. Конечно, маршрута однозначно еще не понятен, он будет предложен на обсуждение, еще предстоит выбрать наиболее оптимальное направление движения. Вы имеете в виду весь маршрут? Да-да-да, конечно, он слишком значительный, но вот этот участок пройдет именно по улице Чапаева. И, насколько я понимаю, вот судя по тому, что мы сейчас видели на кадрах, это будет сделано уже в этом году, вот именно этот участок? Именно этот участок планируется к завершению в текущем году. Надеюсь, что все получится. То есть игровая площадка, тоже какие-то лавочки и велодорожка. И велодорожка. Ну что ж, здорово, здорово, что действительно многое в этом году удается сделать в плане благоустройства наших парков. Теперь, собственно говоря, о перспективах. Вот перед нами на столе три концепции. Концепция благоустройства парка имени Юрия Гагарина, концепция проекта благоустройства детского парка на улице Шевченко и концепция благоустройства комсомольского парка по улице Новаторов. Они сейчас, что называется, на всеобщем обозрении. Зачем это сделано и что планируется в этих парках? Не так давно администрация города по просьбе, по инициативе общественных организаций проводила пресс-конференцию, посвященную реконструкции и развитию улицы Почтовой. Проект всем понравился, но было высказано предложение давать понятную площадку для ознакомления с проектами и возможность выражать свое мнение и предложение. Конечно, это очень конструктивно, поэтому в этот раз, разработав три концепции развития парков, мы предлагаем их на рассмотрение, обсуждение, готовы к диалогу. Поэтому предполагается, что в течение месяца мы будем собирать и обобщать предложения. Конечно, мы старались их учитывать уже при разработке концепции, но, возможно, будут какие-то поправки, какие-то идеи. И перед утверждением концепции, до того, как приступить к проектированию, мы постараемся обобщить наиболее, ну, скажем так, конструктивные предложения наиболее значительных групп населения, то есть те, которые будут превалировать, те, которые будут интересны. То есть на сегодняшний день мы можем пригласить всех желающих рязанцев, интересующихся вопросами благоустройства родного города, зайти на сайт администрации, посмотреть эти концепции, оставить свой комментарий. Да-да, все так и есть. Для этого все это и делается. Для того, чтобы те проекты, которые мы предлагаем к реализации, были понятны, были одобрены, для того, чтобы мы, сообщаясь с рязанцами, выработали оптимальное решение для развития этих зеленых зон. Каждый из этих парков является по-своему знаковым для своего района. Поэтому ознакомить жителей с тем, что им предлагается услышать, что они хотели бы еще, я считаю необходимым. А, Елена Вячеславовна, ну а вообще, вот, скажем так, перспективы реального благоустройства этих парков? И, насколько я понимаю, все-таки все в этом году сделать не удастся? Нет, конечно, это перспективы уже не текущего года. Нужно смотреть на вещи реально. Сейчас практически идет вторая декада июня. В течение месяца мы обобщаем предложения. И, соответственно, когда мы будем готовы к принятию итоговых вариантов концепции, будет уже конец лета. И к благоустройству приступать будет поздно. Поэтому следует рассматривать уже, наверное, 2015 год. Потому что это парки второй очереди. Вот я не вижу более ранних сроков для реализации. Тем не менее, в этих парках уже что-то начинает появляться. В парке Гагарина, в частности, лично присутствовал на открытии детского игрового комплекса, беседки для шахматистов, огню города. Еще и спортивная площадочка должна появиться. Это здорово, что, скажем так, и находятся люди, которые в этом активно участвуют. И наши городские парки преображаются. Да, конечно. Какие-то элементы благоустройства уже сделаны. Какие-то где-то более сложные. Только пока предлагаем на обсуждение. Но, безусловно, постараемся сделать. Ирина Вячеславовна, ну и, наверное, не могу не спросить о Центральном парке культуры и отдыха, нашем главном парке, его благоустройство. Первый этап его благоустройства, насколько я понимаю, идет в таком штатном режиме. Конечно, это один из самых сложных проектов, что обусловлено величиной самого парка. Все-таки он самый крупный для города. Мы по-прежнему сейчас находимся на стадии проектирования, учитывая все нюансы для текущего благоустройства. Там ведутся активно очень работы по перекладке коммуникаций, в частности, коллекторов, с тем, чтобы потом к этому не возвращаться. Да, работы, конечно, ведутся. Ну, вот и меня, например, порадовало то, что, несмотря на то, что таких вот, что называется, проектов еще до конца нет, тем не менее в парке появляются новые аттракционы, в частности, веревочный парк джунглей. Я очень порадовал, здорово получилось, интересно, насколько я понимаю, он и дальше будет развиваться. Хотелось бы пожелать организаторам дальнейшего развития, потому что парк в первый же день своего открытия, 1 июня, привлек большое количество посетителей, и это не типичный аттракцион для города Рязани. Мне очень понравилась эта задумка. Я видела, с каким восторгом дети лазают по этим конструкциям, потому что это позволяет им проявить, наверное, свои лучшие черты. И смелость, ловкость где-то испытать себя, почувствовать вот этот адреналин, и все сделать самим, пройти этот маршрут. И мне было бы очень приятно, если бы этот проект развивался и дальше. Вообще, насколько я понимаю, администрация города открыта для предложений от предпринимателей, которые хотят, скажем так, развивать вот эту индустрию отдыха, паракового отдыха. Вот еще один проект, о котором хотелось бы упомянуть, это кинотеатр под открытым небом на Лыбинском бульваре, который появился в этом году и который неизменно собирает достаточно большое количество зрителей. Здорово. Да, вы совершенно правы. Это принципиально новый для Рязани проект. Аналогов до настоящего времени не было. И очень приятно, что вы отметили, потому что с момента обращения с этой инициативой в администрацию до момента реализации самого проекта прошло очень немного времени. То есть мы очень постарались сделать все быстро для того, чтобы летом горожане уже могли испытать на себе все прелести этого нового досугового центра, места отдыха. И видно, что он действительно пользуется спросом, нравится, привлекает к себе. Там комфортно, хорошо. Ну, то есть всем людям, у которых есть инициатива, пусть даже коммерческая инициатива, дороги, двери в администрацию города, что называется, открыто, готовы встречаться, обсуждать. Любой интересный проект встретит свою поддержку, что, я думаю, уже не раз было продемонстрировано и подтверждено практикой. Поэтому, конечно, да. Что ж, я благодарю вас, Елена Вячеславовна, спасибо. Будем надеяться и ждать, когда наши парки украсятся еще больше. Действительно здорово, что есть такие проекты. Приятно от того, что есть диалог и есть возможность об этом рассказывать людям. Всех наших зрителей приглашаем на сайт, официальный сайт администрации Рязани, adm.rzn.ru. Ру, напомним, на этом сайте, с этой недели выложены концепции благоустройства трех городских парков. Уважаемые друзья, у вас есть возможность внести свой вклад, свою лепту в благоустройство этих парков, высказав конкретные замечания и предложения. Это была программа «Лицом к городу». Нашим собеседником сегодня была начальник управления городского планирования, пространственного развития и транспортной инфраструктуры администрации Рязани Елена Фирсова. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова